Здравствуйте, Фикрят Меолим. Здравствуйте, Телли. Что подобными провокациями пытается все-таки добиться армянская сторона? Просматривается несколько причин. Одна из них внешняя, внешний фактор. Ереван сегодня пытается привлечь в регион, видимо, и другие дополнительные силы, в частности, Запад. Его Пашиняна поездка в Париж, встречи с руководством Франции, как раз подтверждают этот фактор. Потому что он в процессе встречи жаловался на Азербайджан, говорил о необходимости укрепления границ. И важности того, чтобы эти страны Запад, Франция были рядом с Арменией и активно помогали и поддерживали эту страну. И Пашинян, видимо, очень активно на это рассчитывает. Но вторая причина, она связана с внутриполитическими процессами. Это в преддверии выборов парламентских Пашинян пытается доказать своим избирателям, что вот несмотря на проигрыш, несмотря на то, что мы фактически проиграли то, что контролировали в течение 30 лет, тем не менее мы можем огрызнуться, мы можем защищать свои интересы, свои стратегические рубежи. И в этом плане для нас сильная азербайджанская армия абсолютно не страшна. Я думаю, есть и экономика, но она связана и с политикой, конечно. Сегодня мы, ведь речь идет о демаркации, делимитации границ. И вот как раз нарушение вот этих договоренностей, перестрелка, а откровенная агрессия в отношении Азербайджана, она говорит о том, что Ереван не намерен открывать коммуникации, не намерен в ближайшее время открывать коридоры, о необходимости, о котором говорилось в заявлении от 10 ноября. Вы как раз затронули неочередные парламентские выборы в Армении. Скажите, изменится ли отношение в целом Армении к выполнению пунктов трехстороннего заявления после этих выборов? Я не буду оригинален, если скажу, что отношение уже сегодня изменилось. Официальный Ереван уже сегодня подвергает ревизии вот то самое заявление, которое было подписано тремя руководителями стран. Сегодня мы видим откровенное игнорирование вопросов, связанных с открытием Зангизорского коридора. И, кстати, кельбаджарские события, я думаю, в дополнение, как важный фактор, который дает якобы дополнительные козыри Армении не идти на открытие этого коридора. А то, что после выборов может произойти, конечно, сегодня судить пока еще рано. Если останется нынешняя власть, то, я думаю, в любом случае они должны будут, вынуждены будут идти на открытие этого коридора. Если же придут радикальные силы в лице Карабахского клана, Роберта Кочаряна и других, то, конечно же, пересмотр в любом случае этого заявления невозможен. Но вставлять палки в колеса, создавать какие-то дополнительные проблемы, делать все, чтобы затруднить выполнение этих пунктов от 10 ноября, я думаю, это будет одним из важных составляющих политики, радикальных политических сил, которые могут прийти в парламент. А в целом вообще до Еревана можно донести разрушительную суть идеи реваншизма, который в данный момент пропагандируется армянскими оппозиционными силами? Я думаю, что вот этот пыл реваншистский, после выборов он несколько уляжется. Потому что при всем том, что есть ястребы политические в армянском политическом обществе, они хорошо понимают, что возврата в прошлое быть не может. Мы своей территории больше никому отдавать не собираемся. Со статусом Нагорного Карабаха тоже все ясно. Его нет. Это часть территории Азербайджана. Ну, говорить можно все, что угодно. Что мы реанимируем, мы будем воевать, мы будем стараться вновь что-то отобрать. Но это все риторика. Воинственная, но риторика. И ни Качаряну, ни Саркисиану, ни Пашиняну не удастся восстановить снова прежний контроль над азербайджанскими территориями. Пусть они лучше думают над тем, чтобы не потерять и оставшиеся территории. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню, у нас на связи был Фикрет Садыхов, профессор Западно-Каспийского университета, политолог. Продолжение следует...